Российский кинопрокат разорвал сиквел Венома. Продолжение сверхуспешного комикса про огромного страшного и отвязного героя получилось таким же задорным и зрелищным, как оригинальный опус. Сейчас я расскажу о дизайне и визуальных эффектах этого киноаттракциона. Ставь лайк и подписывайся на канал, будет интересно! Дизайн. Внешний облик Венома в первом и втором фильме создавался в графике благодаря усилиям трехмерщиков студии Double Negative. Работу этих кудесников вы можете также оценить в фильме Дюна Дени Вильнёва, о создании которого мы уже сделали ролик. Обязательно посмотри! Взявшись за Венома, художники понимали, насколько его внешность важна для поклонников вселенной Марвел. Фанатам хорошо известно, что у этого героя острые как лезвие зубы, огромные глаза и, конечно же, длинный язык. Над дизайном работали несколько концепт-художников, но ближе всех к финальному результату оказался Мэтт Миллард. Этого красавца он лепил в программе Z-Brush, текстуры рисовал в Photoshop, а рендерил в K-Shot. Концепт-арт был положен в основу макета, сделанного в студии Legacy Effects, наследнице легендарной студии Стэна Уинстона, которая в свое время воплотила образы Терминатора и Хищника. Впоследствии этот макет и концепт-арт были взяты за образец при создании трехмерной модели в графике в программе Autodesk Maya. Первый фильм в качестве режиссера-постановщика снял Рубен Фляшлер, которого ты можешь знать по зомби-экшену «Добро пожаловать в Зомби-Лэнд». Сиквел поставил Энди Серкис, в прошлом актер, игравший в костюме для захвата движений Голлума, Кинг-Конга и Цезаря в «Планетах обезьян». Плюс у него за плечами неудачный режиссерский опыт в лице Маугли. Но уж поверь, разницы ты не заметишь. «Веном» — это прежде всего студийный проект, где всем заправляют продюсеры. Здесь нет места для авторской позиции. Характер анимации персонажа был разработан Фляшлером и Харди на первой картине, в сиквеле его лишь подчеркнули. И в первом фильме, и в продолжении «Венома» и его противников анимировали по ключевым кадрам. Технология Motion Capture использовалась исключительно для фиксирования базовых движений и наработки библиотек. Текстура и фактура «Венома» требовала изучения при выборе материалов. Трехмерщики тестировали различные поверхности и текстуры, включая матовые, которые в отдельных случаях выглядели как кожа акулы. «Веном» в обоих фильмах появляется преимущественно в ночных сценах, поэтому если бы его сделали матовым и черным, то он стал бы трудноразличимым в темноте. В итоге шкуру персонажа словно смазали, она стала выглядеть смоченной. «Веном» антропоморфен, но, как ты знаешь, обладает нечеловеческими способностями. Он умеет произвольно менять длину конечностей и как угодно трансформироваться. При необходимости его тело изменяет свою структуру, становясь жидким. Поскольку каждая способность существа отличалась уникальностью, то она разрабатывалась командой специалистов по визуальным эффектам отдельно и нередко в разном софте. Помимо «Автодеск» Maya активно использовались «Гудини» и «Нюк», которые являются базовым софтом в пайплайне студии Double Negative. Симбиот. «Веном», «Райот» и «Карнаж» — это симбиоты, или субстанции без определенной формы, которые проникают в живые существа и полностью подчиняют их себе через трансформацию. Симбиоты не обладают определенной формой тела, но кинематографисты наделили их четкими характеристиками, заставив выглядеть угрожающе и действовать как хищник. В качестве визуальных референсов художники использовали изображения моллюсков, гидр, а также видео с неньютоновскими жидкостями и таймлапс поведения амеб. Команда аниматоров создала гибкий рик, поверх которого специалисты ПВФХ запустили симуляции в Гудини, придав поверхности симбиота бористость, сквозь которую просматривалась слоистая структура субстанции. Съемки Обе картины киносерии снимались схожим образом. На площадке в совместных сценах с Веномом в кадре был статист ростом под 2 метра. На голове у него был шлем с закрепленным на темени теннисным мячиком. Этот мячик требовался для управления линией взгляда актеров, которые по сюжету общались с Веномом. Также участие статиста давало представление о том, какое пространство в кадре будет занимать герой. Это помогало в работе и операторской группе, и актерам, и декораторам. Когда во время постпродакшена специалисты интегрировали и закомпозили компьютерного персонажа, то он отлично вписался в сцену. Чтобы композитинг прошел более гладко, производственная группа использовала хромированные и матовые шары при получении HDRI снимков площадки, которые давали информацию по освещению и отражениям в сцене. Венома следовало освещать особым способом, иначе его артикуляция была бы не видна. Кинематографисты решили эту проблему избыточными источниками освещения. Многочисленные трюки со швырянием людей ставились с использованием системы тросов. Кадры, в которых щупальца взаимодействовали с объектами, например, в сцене с готовкой и с бумагами из почтового ящика, также снимали с использованием рига, который впоследствии затирали. Все трюковые и экшн-сцены предварительно превизуализировались на движке Unreal Engine в студии The Third Floor. Постановщик трюков использовал превизы для создания видеоматиков, которыми группа руководствовалась, чтобы понимать, где и кто находится в кадре. Во время съемки трюковых сцен на площадке также дополнительно работали несколько камкордеров, изображение с которых не использовалось в монтаже, а изучалось специалистами для лучшего понимания характера движения основной камеры и героев. Почти во всех кадрах с гоняющим мотоциклом в обеих частях Тома Харди дублируют. Но самый эпичный, вот этот с отрывом от земли из первой картины, снят в павильоне на хромакейном фоне при помощи системы тросов. Тут Харди отработал без дублера, а тут уже прыгает и мчит не он, как и в сцене с заносом. В сиквеле нет таких трюков на мотоцикле, но много всего взрывают, жгут и разрушают. Составка скадерской и спецэффектной группы, как видишь, очень многочислен. Карнаж Полностью сгенерированные на компьютере Веном и Карнаж сталкиваются в зрелищном поединке в кульминационной сцене фильма в церкви. Специалистам по компьютерной графике пришлось проработать не только хореографию боя для людей и их инопланетных альтер-эго, но и учитывать разрушаемые декорации. Работа над Карнажем строилась чуть иначе. Веном как квотербэк или рыббист. Он очень тяжел, реалистичен, обладает строением неандертальца, широк в плечах и очень-очень силен. Мы хотели, чтобы Карнаж был полный его противоположностью. Он асимметричный хамелеон, отражающий характер Кэссиди. Его щупальца тоньше и лучше проработаны, поэтому и оружие у него другое. Карнаж может менять свою молекулярную структуру, чтобы стать кем угодно, принимать любую форму, вплоть до тумана. Руки и ноги Карнажа ничем не отличаются от других щупальцев. Он походит на ветрувианского человека. Драка с ним напоминает поединок с существом, сделанным из колючей проволоки или из чертополоха. Он невероятно силен, коварен, вооружен до зубов и смертельно опасен. Даже если он просто отмахивается щупальцем, не следует забывать, что все его тело покрыто бритвами и колючками. Если напороться на такую колючку, тебя разорвет на клочки. Карнажа, как и Венома, анимировали по ключевым кадрам, но по уверениям аниматоров, они старались учитывать игру актеров на площадке. Что ж, джентльменам принято верить на слово. Для кадров, в которых зрителю показывают героев внутри Венома и Карнажа, художники модифицировали трехмерные модели актеров, построенные по материалам сканирования Тома Харди и Вуди Харрельсона. Финальный экшен-эпизод «На крыше и шпиле» — это полностью компьютерные кадры, которые напоминают прокачанную битву между Халком и Мерзостью из опуса «Невероятный Халк» с поправкой на возросшее качество реализации, разумеется. Над видеорядом первого фильма работала команда из 1400 специалистов по визуальным эффектам, которые обработали 1200 кадров. Можно быть уверенным, что в сиквеле цифры ничуть не меньше, с учетом сумасшедшего успеха продолжения, триквел не за горами. А какой из Веномов тебе больше понравился? Первый или второй? Насколько он круче того, что нам показал когда-то Сэм Рэйми? Пиши в комментариях. Ставь лайк и подписывайся на канал. Скоро увидимся!